В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. Угрожал здоровью и жизни полицейским. Патрульным пришлось стрелять по собаке боевыми патронами. Инцидент произошел в Ванном переулке в районе 10-й станции Фонтана. Прохожие сообщили в полицию, что животное без намордника и поводка бросается на детей, а ее пьяный хозяин на это никак не реагирует. По утверждению патрульных, когда они приехали на место и попросили мужчину успокоить животное, он в ответ натравил собаку на полицейских. От пса пришлось защищаться пистолетным огнем. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая задержала 34-летнего владельца собаки. Животное пришлось доставить в ветеринарную клинику, где пса и прооперировали. В то же время зоозащитники обвиняют патрульных в произволе и утверждают, что полицейские должны были обратиться к специальной службе отлова, а не открывать огонь в общественном месте возле детской площадки. Неизвестно по какой причине сотрудники правоохранительных органов стреляли в собаку. Сейчас мы пытаемся выяснить, во-первых, имели ли они на это основание. Никто из них не готов предъявить фото-видео фиксации того, что животное нападало. Какие-то абсолютно галимые отмазки по поводу того, что у них здесь проводятся какие-то следственно-оперативные действия. Никакие пояснения никто не дает. Также в сети появились кадры, как еще до инцидента. Пьяный хозяин издевался над животным на глазах у прохожих. Сейчас раненая собака находится под наблюдением ветеринаров. Известно и то, что наказали хозяина пса по всей строгости закона. А это 51 гривна. В Одессе вооруженный мужчина пытался попасть на затонувший танкер «Делфи». Спасатели водолазной службы сообщают, что подвыпивший нарушитель вел себя неадекватно и угрожал сотрудникам. С собой у него было травматическое оружие и нож. Мужчина пытался забраться на танкер со стороны пирса. Но реализовать задуманное мужчине не удалось. Его задержали отдыхающие и вызвали полицию. Увы, во время задержания не обошлось без пострадавших. Одесские рестораторы обратились в мэрию с просьбой разрешить им работать с 12 мая. При этом они готовы пойти на ряд ограничений. В частности, обеспечить социальную дистанцию между посетителями. Масочный режим, перчатки для работников и регулярную дезинфекцию помещений. В оперативном штабе пообещали изучить ситуацию и принять взвешенное решение. Мы с вами изучим более вдумчиво. И наверняка это не только по Одессе. Я знаю, что там объединение это идет всеукраинское. Изучим его более тщательно. И самое главное, что мы должны, изучая его, параллельно получить ответы на вопросы. Почему кому-то можно, а там нельзя. Самый главный вопрос, что если мы хотим дальше сдерживать ситуацию, мы должны абсолютно кардинально поменять отношение к ней. Не черкасами едиными. Об ослаблении карантина до 11 мая думают не только в областных центрах. Главы районов и объединенных громад Одесской области выступают за то, чтобы снять ограничения, если заболевших не будет. По мнению руководителей местного самоуправления, неработающий малый и средний бизнес может иметь не менее разрушительные последствия, чем коронавирус. За 2-3 недели жестких ограничительных мер центральная власть должна была разработать механизмы введения гибкого карантина. Для нас в первую очередь важна не политическая составляющая и не окрик начальника с Киева, с Одессы или еще откуда-то. Для меня, для того, чтобы принимать подобные решения, нужна объективная ситуация, не импульсивная. Именно эпидемиологическая ситуация у нас в романе. Если у нас будет 5-7 дней без новых случаев заражения, и мы получим негативные результаты и обследуем все контактные лица по уже выявленным случаям, то мы будем готовы к принятию подобного решения. То есть на территории города Кирини мы бы разрешили работать в серии услуг, естественно, со строгим соблюдением карантинных ограничений. Мы бы разрешили работать на вынос к стэшкам. Если соблюдение небольшими магазинами, кафе, парикмахерскими санитарных норм можно контролировать, то с рынками даже в маленьких городах куда сложнее. По мнению мэра Килии, представители полиции должны более качественно следить за выполнением всех карантинных ограничений. Ответственными должны быть не только предприниматели, но и контролирующие органы. Если этим пренебрегать, из карантина можно не выходить еще очень долго. С теми принятыми ограничениями, в которых должен сегодня работать рынок. Да, конечно же, я могу идти, я иду на диалог с предпринимателями. Мы со стороны городского совета осуществляем определенный контроль. Но главное – это полномочия у кого? У полицейских. Пожалуйста, пусть руководство страны, президент организует эффективную работу полиции. Вспышка коронавируса в Нерубайском. Медики зафиксировали 10 случаев заболевания COVID-19 в ромском таборе. Среди заболевших – пятеро детей и двое пожилых. Один человек госпитализирован. По словам руководителя облздрава, очаги выявлены в местах проживания представителей громады. В этом таборе находится около полутора тысяч человек, из них 350 – дети. В эпицентре «Вспышки» работали специалисты. Проведено массовое тестирование на COVID-19. Как рассказали репортеры источники в системе здравоохранения, сегодня взяли около 30 образцов для тестирования. В домах провели дезинфекции. Всех заболевших осмотрели врачи. Утром на месте работали и полицейские. О задержанных или выявленных нарушениях не сообщается. 19 новых случаев инфицирования в Одесской области за сутки. 17 из них в одном лишь Подольске. Всего по состоянию на сегодня подтверждено 427 случаев коронавируса в регионе. Из них 78 человек – одесситы. В субботу было зафиксировано сразу 80 новых случаев заражения в области. Это был суточный рекорд среди всех украинских регионов. Сейчас в стационаре инфекционки находятся 25 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом. Четверо находятся в тяжелом состоянии. Всем им за 60. При этом искусственная вентиляция легких больным не требуется. Также за сутки в больницу поступили 8 человек с подозрением на коронавирус. Среди заболевших есть и 9 медработников. Из них четверо работают в 10-й горбольнице. Также известно о положительном диагнозе у акушерки приемного отделения 1-го детского роддома. Она проживает в Беляевском районе. Последний раз женщина была на работе 25 апреля, а после этого находится на самоизоляции. Зафиксирована вспышка коронавируса в частном пансионате на Большом фонтане. Сразу пятеро людей заболели. Инфекцию мог занести родственник одной из подопечных. Первая заболевшая женщина, 79 лет. Вероятный путь заражения, контакт с сыном, который приезжал накануне, проживает в Киеве. Госпитализирована, по настоящее время находится в инфекционной больнице, где была тестирована. По факту контакта проведены ПЦР-исследования у 12 сотрудников и двух подопечных пансионата. Положительные ПЦР получены у медицинской сестры и двух сиделок, которые на постоянной основе проживают в пансионате. Более полутора тысяч полицейских, нацгвардейцев и спасателей обеспечивали общественный порядок во время памятных мероприятий, посвященных шестой годовщине майских событий в Одессе. Усиленные наряды дежурили на Дерибасовской Куликовом поле. Полиции говорят, обошлось без грубых нарушений, но несколько админпротоколов все же составили. В отношении трех оси было складано административные протоколы за статьями «Дребное хулиганство», «Знаходжение в громадском месте в стане алкогольного спианини», «Злесненный покору» «Працельникам полиции», «А также питание, повязанное с порушением карантинных норм». Помимо охраны общественного порядка, полиции пришлось несколько раз помочь спасателям. Доступ к Куликовому полю ограничивали, чтобы провести дезинфекцию. Как обычно, координировать действия стражи порядка. Прибыла команда из аппарата МВД. Первый замминистра заявил, что все службы с поставленными задачами справились. Напомню, в майских событиях шестилетней давности погибли 48 человек. Тогда массовые беспорядки сначала вспыхнули на Соборной площади, а затем перекинулись на Куликово поле в Дом профсоюзов. Виновные так и не названы. Следствие продолжается. В Одесской области в очередной раз загорелся камыш. На этот раз пламя вспыхнуло в селе Петровка Лиманского района. Именно в этом населенном пункте расположена известная достопримечательность – усадьба Курица, в которую понемногу реставрируют. К счастью, эпицентр пожара располагался в нескольких сотнях метров от исторического здания, поэтому огонь ему не угрожал. Как рассказали репортеру, очевидцы возгорания – пламя раздувал ветер. А поскольку в этой местности долго не было дождя, оно распространилось довольно быстро. Люди вызвали пожарную бригаду. Вот что значит приехать в Одесскую область и увидеть, как природа вообще над нами сильна. Тут все просто сухое, тут дождя не было чужо знает сколько. И тут просто ветер дует, и все. И сразу пожары. И так каждые 10 минут. На Одессу надвигается циклон, а вместе с ним в город придут грозы, град и шквальный ветер с порывами до 20 метров в секунду. По данным Укргидрометцентра, уже в ближайшее время возможны условия, которые соответствуют желтому уровню опасности. Одесситов призывают быть осторожными, не оставлять авто под деревьями и линиями электропередач. Непогода ориентировочно продлится до среды. Ночная погоня в центре Одессы. Патрульные решили остановить водителя Ауди. Однако мужчина проигнорировал требования копов и дал по газам. За ним вдогонку бросились сразу пять экипажей полиции. Пытаясь выйти из окружения, водитель начал таранить одну из служебных машин. Чтобы задержать гонщика, патрульные применили силу. Беглецу даже пришлось вызвать скорую. Оказалось, что водитель был под действием наркотиков. Кроме того, по словам очевидцев, когда на нарушителя составляли протокол, мимо проезжала поливочная машина. Строя воды из-под авто, нарушителя вымыло какой-то предмет, который мужчина успел выбросить перед тем, как на него надели наручники. Полицейские принялись искать эту вещь, но так ничего и не нашли. Утром место осмотрели с помощью металлоискателя. А вот чем завершились поиски, остается только догадываться. Подали команду щодо зупинки транспортного засобу, но водитель начал ехать. Его преследовали. В районе Ольгиевского узвиза пошкодил транспортный засоб патрульной полиции. Тойота Приус продолжил рух на улице Пастера, скояв наезд на перешкоду, зупинився и там уже был затриман патрульными полицейскими. У водителя были явные знаки наркотического спьянения. Он был затриман, на него складены все материалы, еще до скояния дорожно-транспортной приходы, а также керувания транспортом в стане наркотического спьянения. Незадолго до 75-й годовщины Великой Победы свой 96-й день рождения отмечает воин-освободитель Одессы Яков Савченко. Он ушел на фронт добровольцем в 16 лет, сражался в составе истребительного батальона, вел подпольную работу в партизанском отряде и участвовал в разведывательных операциях в годы оккупации. Традиционно украинская морская партия Сергея Кивалова поздравила Якова Савченко с днем рождения, пожелав ему здоровья, долгих лет жизни и поблагодарив за мужество и героизм. Родные Якова Андреевича признались, для него внимание – огромный стимул к жизни. Как герой нашего времени встретил 96-летие в сюжете репортера. Яков Андреевич Савченко – участник обороны и освобождения Одессы. Брал Берлин. Воин-освободитель встретил гостей в военном мундире с орденами и медалями. У него три ордена Красной Звезды, два ордена Отечественной войны и порядка 20 медалей. Среди них – за оборону Одессы, за отвагу, за боевые заслуги и многие другие. Ежегодно ветеран-освободителя поздравляет лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов и депутаты политической силы. Каждый год фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова поздравляет Якова Андреевича. Это особенный человек для нас, потому что он был в детском городке, памятник которому находится в Национальном университете юридической академии. Он с особой теплотой относится к студентам, ко всему преподавательскому составу. Желаем ему самое главное – здоровья. Мы его любим, помним, ждем в гости к себе просто каждый день, потому что Яков Андреевич очень любит приходить в юридическую академию, очень любит проводить время со студентами, с преподавателями. На протяжении многих лет этот сильный характером мужчина возглавляет Совет ветеранов детского городка имени Коминтерна, помогая таким же, как он – сиротам, выросшим без родительской опеки и семьям фронтовиков. Детгородок состоял из 29 детских домов, 14 мастерских и лечебно-воспитательных школ. В 1940 году он был реорганизован в крупнейшей Украине ремесленное училище, где учились полторы тысячи молодых ребят. Многие из них погибли в борьбе с фашизмом в годы войны. В память о них был установлен памятник «Спасенное детство». 22 года назад на этой территории была построена Одесская юридическая академия. Среди воспитанников детгородка был юный Яша Савченко, потерявший мать в 7-летнем возрасте. Сегодня он искренне радуется, когда слышит поздравления в этот особый для него день. Не было ни одного года, чтобы Сергей Васильевич и Светлана Викторовна как-то мимо прошли. И Як Андреевич ждет этих дней, ждет этих мгновений. Он готовит, я думаю, на 9 мая он обязательно споет песню. Как только он слышит имя Сергея Васильевича, Як Андреевич, Сергея Васильевича вы ждете? Да. Да, это для него олицетворение бодрости духа. Ну, он считал его как сын. Говорит, Сергей Васильевич для меня встречает меня как отца родного. Яков Савченко ушел на фронт добровольцем в 16 лет, прибавив себе возраст. Сражался в составе истребительного батальона, потом вел подпольную работу в партизанском отряде, участвовал в разведывательных операциях. В судьбоносном для Одессы 44-м году в составе 248-й одесской стрелковой дивизии участвовал в освобождении родного города, после чего отправился на запад и дошел до Берлина. Полк Савченко штурмовал рейхсканцелярию, на крыше которой Яков Андреевич лично водрузил знамя победы. В тылу врага в свой 20-й день рождения он получил тяжелое ранение и чудом выжил. Дух его не был сломлен. Благодаря железной силе воли он смог призмочь свои физические ограничения и жить полноценной жизнью. Окончил исторический факультет университета, стал преподавателем, кандидатом исторических наук, доцентом, научился водить машину и написал четыре книги о войне. Герой одессит Яков Савченко стал полным кавалером наивысшей награды Одесской юридической академии. Ветеран ежегодно посещает университет, чтобы поделиться воспоминаниями со студентами, внося весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи. Он с радостью подпевает песням военных лет, которые исполняют студенты. Вы председатель Совета ветеранов юридической академии. Да. Выступал перед студентами, перед молодежью, перед школьниками всегда. Я, Кондреевич, этим жил. Поддержка ветеранов в приоритете деятельности Украинской морской партии Сергея Кивалова. Отмечу, политическая сила ежегодно выступает с инициативой о повышении социальных выплат ветеранам. И всегда эти инициативы находят поддержку большинства депутатов Одесского городского совета. А благодаря активной позиции почетного гражданина Одессы и Одесской области Сергея Кивалова и многочисленным депутатским запросам удалось на общенациональном уровне отстоять праздник Великой Победы. Украинский буксир Яны Капу вернулся в Одессу. До этого он прошел длительный ремонт на военно-морской базе в Очакове. По словам первого командира судна, удалось восстановить те поврежденные места, где были тараны, когда их пытались остановить российские корабли. Теперь ремонтные работы продолжаются на военно-морской базе Юг. Напомню, 25 ноября 2018 года за попытку морского перехода из Одессы в Мариуполь рейдовый буксир Яны Капу и малые бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь были задержаны пограничной службой России у входа в Керченский пролив. Всего на борту украинских кораблей были 24 моряка, трое из них получили ранения. Экипаж провел в плену 10 месяцев. «Управление главными двигунами, управление ВРШ, медь поверезали, мы ее заменили. Потем частково разобрали двигуны, так же их взбирали докупи. И делали все для того, чтобы он вышел и выполнил свои функциональные обязательства». В рамках ослабления карантинных мер с 11 мая разрешат тренировки профессиональных спортивных клубов на открытых базах. Одесский Черноморец возобновит тренировочный процесс с новым наставником. Скорее всего, временно исполнять обязанности коуча. Моряков будет тренер второй команды Андрею Щаповский. Об этом пишут некоторые украинские футбольные СМИ. На прошлой неделе, напомню, клуб «Расторг» договор с главным тренером Остапом Маркевичем. Причины изменений пока неизвестны, но вероятнее всего это финансовые трудности. Как сообщают футбольные эксперты, зарплату игрокам и тренерам не выплачивали еще с января. Клуб принял решение значительно сократить оклады едва ли не в пятеро. Скорее всего, большинство новичков команду также покинут и доигрывать одесситы будут дублирующим составом. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok